Аминь. Христос, Господи, Бог наш, Болитый, Пречистый, Своей Матерью и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В ангелии от Марка 5 глава говорится о том, как Господь исцелил кровоточивую женщину. Как прикоснулась она с верою в краю его одежды. И была обнаружена. И Господь пред всеми открыл ее веру и сказала, вера твоя спасла тебя. Он же сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Несколько раз в Евангелии мы встречаем указания Господа Иисуса Христа на веру тех, кто исцелился от Него. Так женщина, двенадцать лет страдавшего кровотечением и безрезультатно истратившая все свое имущество на врачей, несмотря на иудейские запреты к кому-либо прикасаться, возложила всю свою надежду на Иисуса Христа и получила исцеление от своей болезни. Прикосновение к краю одежды было со стороны женщины не проявлением суеверия, то есть верой в магическую силу Христа. Господь подтверждает, что ее исцеление произошло именно благодаря ее настоящей вере. Тем самым Господь отсекает возможное предположение о своеверном исцелении кровотечивой женщины. Спасение веры в данном случае имеет смысл не только исцеления женщины от болезни, но также духовного спасения, приобщения к вечной жизни через ее веру в Иисуса Христа. Господь отпускает женщину с миром Божиим. Иди с миром! Призыв идти с миром означает, что женщина может быть свободна от своего прошлого и смело вступить в новое будущее без своей болезни. Будь здорова от болезней своей! Означает, что женщина навсегда избавлена Богом от этой болезни. Последовало ли исцеление женщины за Иисусом? Последовало ли исцеленная женщина за Иисусом? Евангелие нам об этом не сообщает. Событие исцеления кровотечивой женщины происходит на пути Иисуса Христа к дому Иаира, начальника синагоги, дочь которого была при смерти. Исцеление женщины могло укрепить доверие Иаира к Иисусу Христу. Он был свидетелем исцеления через веру. Когда пришла весть из дома Иаира, что его дочь умерла, Господь ободряет его призывом не бояться, но веровать. В евангельском эпизоде в исцелении слепого Вартемея Господь также указывает на его веру, которая позволила Богу совершить исцеление. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вартемей не видел телесным зрением Иисуса Христа, но только слышал. То, что он о нем слышал, возбудило в Вартемее веру в Иисуса как Мессию, который может его исцелить от слепоты. И, будучи исцеленным через веру, Вартемей последовал за Иисусом Христом. Указания на веру исцеленных встречаются также и в рассказах об исцелении десяти прокаженных, Евангелия Туки, 17 глава, о помазании Иисуса грешницы, 17 глава Туки. Из десяти прокаженных только один самарянин уверовал в Иисуса Христа, поэтому пришел воздать Ему благодарение. Грешная женщина уверила в Иисуса Христа и проявила свою веру в помазании маслом и покаянных слезах. Ее веру Господь приводит в пример жестокосердному фарисею Симону, который укорил Иисуса за принятие грешницы. «Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница». Евангелие Туки, 7 глава. Из различных евангельских рассказов мы видим, что Господь Иисус Христос ставит в пример веру людей, которые все свое доверие и надежду возлагают на Него. «Аминь». С миром Божьим. Завтра в 8 часов молитвах. Иисус Христоса Туестничев в 15. werd. Иисус Христос, без пункта. Продолжение следует...